наступило ребята еще одно утро сегодня по моему на 6 мая да я уже я стою в голландии на паркинге таком хорошем тут два хороших паркинга кстати надо точку будет поставить мне понравилось тем что я проехала вот тут здесь были свободные места что сделать круг а эти места были все заняты так вот я сделал круг там тоже были места на противоположной стороне но я думаю что если я здесь пока буду ехать встанут вернусь туда тут туман так особенно не видно но оказалось что куча мест было в то время когда я заехал я заехал где-то уровне пол седьмого встал вот отстоял ночку и скоро позидаешь ехать 50 километров до до места выгрузки будем выгружаться но потом расскажу вам что и как пока задание дальше меня нету посмотрим 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 ладно туман но тепло ребята начинает уже работать ну и мы скоро начнем сейчас я скажу 6 28 а минут через 20 позавтракаю потом тарелочка у меня с супцом стоит позавтракаю и поеду кофе не пить не буду что-то мне опять воспалились щеки внутри блин от лимонада наверно от этого кислого нас сейчас лимонад купить не кислый ну вот стартуем 7 утра 8 выгрузка у нас начинается надеюсь все в порядке но единственно что как видите мы стартуем в туман на следующем повороте поверните направо у меня вот как я работаю дальнобойщиком компании вот и крестерка ну вообще у меня туман встречается только почему-то в голландии даже в но поедем в туман значит да ребята а мы едем а мы едем за туманом не видит что ли ли он на съезд пошел но все погнали мы на своем этом самом как называется направление мог там стоять напротив если бы не было бы здесь вместо но места здесь были поэтому стал цель дальше они рискну уже ехать там еще стоянка через 29 километров но можно было еще проехать но там уже получалось время хотя даже это не за времени за того что поиски были бы я думал можно там и в городе встать но что-то как-то подсказывала мне мысль на что лучше здесь потому что полная стоянка у меня полные баки и хочется хочется спать спокойно как говорится не переживать за за каждый шорох единственно не помыл я вчера стекла баллы блин птички мне антре лик по на как или взять и 6 мая дать у меня наташа идет к нотариусу с мамой вот ладно мы едем посмотрим что там будет по заданию потом как вот как вот такая фирма по-моему занимается что мебелью там делать доски или что стругает их и и кознает а может полеты делают даже не знаю не вижу нашу с деревом что-то связано вот я уже раскрылся с обоих бортов будут выгружать не думаю что долго дольше готовить расчехляться и зачехляться ну сказали встать линию оттуда заехал задом склад и проехал до этих полосах по полосам короче все легко и просто тут я встал где этот красный стоит пошел сходил там логистику потом туда прямо назад и встал проблем нет и голландия спокойная сторона без суеты ладно пойдем ждать начало выгрузки чтобы отметить это дело в компьютере принципе даже посмотреть можно можно где-то встать наверно где-то можно встать дальше поискать если на ночь то знаки везде стоят ну не знаю можно посмотреть конечно так успели мы перекусить 4 бутерброда съесть и чашку кофе выпить получили задание ребята едем мы сейчас в ганновер брать груз на кёпинг сколько груза будет неизвестно сказали чтобы брали столько сколько могут дать надеюсь там они могут дать не так что будет перегруз а просто что у них мы его мало ну и и едем швецию ну и пока неизвестно может быть буду отдавать прицеп а может быть сам потащу но сам факт что пока так гружусь в ганновере гружусь в ганновере и еду в травы мунта по дороге там посмотрим что и как опять спросили у меня когда у меня начинается еженедельная пауза писал воскресенье 8 утра 45 значит может возможно если так такая фигня что воскресенье 45 начинается меня не пошлют швецию швецию потому что 45 стоять нельзя блин где попало это раз второе блин да второе чтоб воскресенье по германии ехать нельзя в швеции то можно было бы ехать но для завтра на пароме перейду и дальше что будут мне искать отеля 5 я написал им 45 потому что блин первая неделя должна быть сорока пятка не 24 потом там 224 потом еще 45 они наоборот я уже прошлом каденции был выжат блин с этими двадцать четверками по швеции вообще и пишет у меня ошибка блин я думаю что там у него глюк какой-то потому что он не может быть что у меня переработка 144 часов у меня там все все по делу просто наверно программа сама запуталась этими двадцать четвертки в течение недели за полторы недели 524 ну ладно сейчас выходим на автобан я понимаю да на автобан пойдем в голландии нет автобанов ну вы поняли на шоссе пойдем и уже двинемся я чуть даже не посмотрел по какой дороге мне повезет карту не посмотрел а не важно 6 часов короче выгрузка у меня оль не выгрузка загрузка идем порожняком пока о л л л л еще мы стоим взем нет хороший поворот его налево в основном по стрелочке встречников У встречников красный горит. Я уже так отвык, когда он говорит мне так, куда что ехать. Вернее, не я, а вы, потому что у меня наушник обычно. И она мне в наушник говорит. А тут получается, что... Ой, я, по-моему, куда-то не туда поехал. Ну ладно, надо будет сейчас на разворот вичать. Ну хотя можем и тут проехать. Рано я свернул. А, нет, нет, все правильно. Тут так надо. Хотя можно было и там проехать. Но ничего, по колечку проедем. Можно было и вдоль сейчас все ехать. И потом на него заехать. Окей, Татьяна мне написала. По-моему, у нас поменялась... Диспетчер. Татьяна стала нашим диспетчером, походу. Даже не поругаешься с девушкой. Ну что ж, надо будет позвонить ей. Или написать вопрос. Татьяна, вы теперь наш диспетчер. Готовьтесь к правому повороту через 650 метров. Ладно, потом напишем. Выйдем на шоссе. Слава такое смешное. Шоссе. Почему шоссе называется? Кто знает, почему шоссе называется шоссе? Это не русское слово. Штрассе. Улица. Немецкое слово. Стрит английское. Что такое шоссе? Шоу-си. Тут можно будет повернуть направо? Нормально будет такой поворот? А, кольцевая. Типа заезд на кольцевую. На следующем повороте поверните направо. Да, мне нужно было прямо просто проехать. А я поехал на... Чуть-чуть не так, короче, я поехал. Оба-на, здесь такой поворотик нехилый. Светофор бы не сбить. Ё-про-сете. Ребята. Не сбили, нормалёк. Мы же троллейбусники бывшие. Не бывает бывших троллейбусников, как и моряков и офицеров. Даст, не даст? Ну, дашь. Отлично. Да, коллега. Ну, переплываем в пробочку, нет? Глаза стоял сейчас на выгрузке. Стою выгружаюсь. Меня выгрузили, блин. Спокойно заправляюсь, закрываюсь, блин. Уже, блин. Там машина стояла. Чудак спал, я видел. Ноги на этом самое. Вот он поехал, заезжает комедратор. Он говорит, ты выгрузился? Говорю, ну да. Говорю, чего не уезжаешь? Я говорю, в смысле? Ну, ты видишь, что я грузиться должен? Я говорю, ты знаешь, дружище, я не вижу, что ты хочешь грузиться. А ты не видишь, что машина стоит? Я говорю, ну, вон и там машина стоит, и там машина стоит. Ты что? Я же не телепат. Подойди, скажи, что ты будешь грузиться. Или там спроси, как обычно, знаешь. Заходи там с намёками, что я следующий. Я же не торможу время, блин. Он говорит, а ты всегда так делаешь? Я говорю, ну, нет, конечно. Когда люди подходят, я же вижу, когда кто-то грузиться хочет. Он говорит, ну, думать же надо. Я говорю, а по-моему, это тебе надо думать. Я что, должен за тебя думать? Я бы, например, пошёл, посмотрел, поинтересовался бы. Чтоб человек дал знать, что человек, что я следующий. Ты же этого не делаешь. Тем более, за тобой ещё одна машина была. Она потом поехала туда прямо. Ну, хорошо, вот, на русском языке, ну, он понял, что он сглупил, по сути, блин. Говорит, мне там что-то заехать. Я говорю, да я понимаю, что, блин, ты бы сказал бы, я выехал. У меня просто проблема с этими, блин, после опускания крыши, закрепить всё это, блин, дело. Ну, потом, короче, он там заехал задом. Мне показалось, что я могу там два метра, и всё выехал. Просто, ребята, если вы думаете, что шофёр на погрузке, выгрузке, блин, телепат, то вы ошибаетесь. Подойдите намёком, покажите, что вы следующий, что вы тоже в очереди. Тогда будет всё в порядке. Останять, ждать, нервничать, потом приходить с какими-то претензиями. Я должен думать, блин, я не должен за него думать. Что-то тут, блин, гаражина, вы поняли. Не, ну всё нормально, разобрались. Я говорю, конечно, я бы отъехал, но просто мне такая ситуация, что мне нужно, блин, это не так, блин, быстро, там, пять минут закрыл замки, и всё, готово. Здесь, блин, и, блин, молотком надо стучать было, а у меня молотка нету, деревяшкой там долбил, чтобы они заходили, потому что, ну, жёстко всё. Что-то, и причём я две стороны открывал. Мне говорит, два часа. Ну, не надо два часа, блин, меня выгружали. Ты подождал меня только в полчаса. А, он что приехал, два часа ждёт. Ну, извини меня, я тут ни при чём. Я же не виноват, что у них кофе-таймы там и ещё что-то. Ну, всё, надо ехать, как бы. Ну, ладно, поехали. Ну, вот, остаётся уже меньше двух часов, два часа, грубо говоря, до Ганновера. Хотя, я даже не знаю, как-то им два часа. Сто, сто, сто восемьдесят восемь километров показывают. Этот, как обычно, блин, начинает брать, сейчас скажу. Два часа мне. Два с половиной часа, да, вот это другое дело. Пять часов я там буду на месте, значит, в шесть сначала погрузки. Хотелось бы, чтобы быстрее начали, быстрее загрузили, чтобы уехать в Трава-Мондо, доехать до Трава-Мондо. Было бы очень здорово, потому что мне нужно в сервис заехать завтра и шузы получить с Эпити. От жены. Пока стоял на парковке, Витёк подъезжал, но ему тоже в Травик идёт с грузом, с прицепом. Ему времени не хватало, чтобы поболтать. Но я думаю, что мы в Трава-Мондо встретимся, возможно, завтра туда в магазин сгоняем. И обувь я посмотрю себе, кроссовки какие-никакие. А из продуктов надо хлеба купить, да. Хлеба купить. Больше, в принципе, ничего такого особо не надо. Вот надо было печенье достать мне. Кстати, надо как-нибудь сделать мне обзор машины. Может быть, не этой. А вообще. Попросить у механика дежурного ключи от пустой машины. И показать для тех, кто... Хотели у меня... Спрашивали, когда я сделал обзор Трава. А что я могу сделать? Я тут так могу про кнопки, могу что-то рассказать. Назначение этих двух кнопок я, например, не знаю. Надо просто их узнать. Что-то тут для дрифта, что ли? Или будет какая-то одна кнопочка. Надо будет узнать, что назначает. И, в принципе, можно... О, блин, а у меня тут, блин, оказывается, фары регулируют. А, нет, я думал, фары. Нет, это не фары. Я уже брался, думал, у меня фары регулируются. Нет, это вентилятор. Направление. Ёпрс, это я так обрадовался. Потому что мы, когда DAF едет, у него фары вниз светят. Очень низко. Надо бы, конечно, чтобы было так, чтобы автоматически регулировка какая-то была. Но почему-то нету. И, главное, не штрафуют же за это дело. Или за это не штрафуют. Обычно штрафуют, когда фары вверх. Вот. Ну что? Какие еще новости? Пока никаких. Информации дальше нету. Что и как. Сообщу позже. И даже еще не знаю, сколько груза и какой груз будет. Честно. По-моему, там тоже еще не знаю. Не, может, они знают, какой груз, они не знают, сколько будет груза. Погода замечательная. 21 градус за бортом. Что еще сказать. Вздремнул 15 минут под песню Черный ворон. Ух! Смотрел видео на Ютьюбе про Черный ворон, поэтому и вздремнул. Ну, я хотел поспать, но не 45 минут, конечно. Мне хватает достаточно. Хватает 20 минут. 15-20 минут вздремнул, и все. Жизнь по-новому смотрится. Новыми красками играет. Что-то там дома обвалился или что, уже кто-то забросил. Хороший дом. Большой такой. Земля вроде обработанная. Ладненько, ребята. Германия. Она такая сплошная дорога. Люблю я Швецию, Данию, Голландию. Бельгию даже люблю. Италия. Замечательно. А вот Германия. Едешь. Дорога. 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 И больше ничего. И паркинги. Ладно, потом что-нибудь еще расскажу, ребята, вам, если будет интересно. Ух-хм. на часах без 15 4 ребята изменение пришло в задании очень здорово очень хорошо очень приятно короче не надо мне ехать на загрузку на эту мне нужно поближе здесь подъехать вот 80 километров называется пухлое по-моему я там был пахлое ну или проезжал пробка такая ни с того ни сего нарисовалась реально там ничего такого особого нету просто еду там машине медленно ну ладно суть не в этом суть том что я меняюсь прицепами беру прицеп визу его в тот и кстати line и сбрасываю его там в порту и все и походу я выходные стою на базе свечком встретимся завтра в магазин съем съездим посмотрим погуляем по городу ведь он то ждет рамштейном они начинают спят с понедельника по моему рамштейна возить ну там поедут там за прицепами вот так что так что такие вот пироги это очень и очень хорошо я очень рад потому что у меня и тогда кроссовки мои придут обувь вернее моя придет здорово сейфити сейфити шусь мои из дома наташа пришлет и носки она мне пришли чтобы я работал в носках то носки стираются а их дома у меня много набралось надо их использовать по делу то что не валяя лежат там не ношеные так что вот так я очень-очень рад то есть я буду стоять полноправную сорока пятку я надеюсь я очень-очень надеюсь на это потому что я сказал я с такими шутками ну не могу я в швецию ехать ну блин ребята ну извините что мне делать потом швеции обувь искать ладненько поменяемся прицепы слава богу у меня пустой быстро его сброшу надеюсь а ну мне то чем мне с ним не работать я его сброшу и думаю будет так что либо воскресенье в 10 вечера придет прицеп мне вот я так думаю либо в понедельник утром ну вот уже сейчас подъезжаем к месту осталось пять километров николай уже там он отцепился теперь я цеплюсь и усё и усё погоню в травик ну блин а мне четыре часа три три сорок будет вождение я надеюсь что я доеду до травы до портай до травы попал в пробки тут и у просит пришлось объезжать блин уже смотрю пробка и была возможность объехать но правда там надо было в одну сторону 6 километров другую 6 зато выскочил прям нормально так мертво стоит за того что на мост заезд что ребята вроде блин как бы все прицепились теперь блин у меня 310 ехать надо а время 348 я могу ехать блин а полчаса запаса как мы поедем сейчас посмотрю ну вот ребята как бы прицепились теперь боленче из гамбург и и паразит надеюсь я пробку не попаду большую 2049 км ехать 3 часа 10 минут времени у меня 348 ой блин ладно поедем но все с богом надеюсь со временем помиримся у меня ехать тоже долго нельзя клин мне что по времени паузу наделась да ёпи рассет да она даже паузу мне будет делать где-то ехайды да не подумал ладно у меня это время есть на отдых у меня время есть у меня главное с ездой так что вот так ладненько едем что за фигня что за фигня сейчас они сегодня мы с что ребят сказать то идет битва за минуты 130 километров не ехать а это показывает 120 вален что за фигня это тоже 120 почему это 130 кому верить этот это 120 показывает час 42 это 120 показывает час 22 если скоростью 85 ехать до полтора часа грубо говоря во времени вождение осталось 2 10 причем времени вождения 2 10 рабочего времени 21 надо успеть запас при поэтому запас здесь сейчас 20 сейчас 51 показывает 130 километров 130 километров точно за час там много слишком долго либо он пока где-то там 60 километров в час буду ехать долги упорно прямо не знаю я ж не поеду по гамбургу правильно сейчас надо будет мне показать то чему учили в автошколе блин за за 7 минут ну ладно там расцепиться блин у нас же надо еще сфотографировать все это заполнить нафиг сфоткую когда цеплюсь посмотрю по времени быстро сфоткую нафиг на даже открывать здесь не буду работать посмотрю по времени не мог быть открою блин даже понажимая потому что время совершенно 17 надо мне заехать расцепиться выехать и доехать на базу и встать очень очень припек как-то очень странно 127 километров час 50 при скорости 85 даже при скорости 80 это час и плюс еще 47 километров но никак не час 50 вот и вот и думаем вот и боремся со временем а еще гамбург впереди позвонил диспетчером будет вроде чисто там по гуглу пробка типа рассосалась ну он надеется что никаких аварий никаких там эксцессов единственно там что проскочить ремонт дороги где ничего не было тогда можно быть успех если верить вот этому то час 39 мне вполне хватит полчаса времени на все это дико странно почему здесь тут же 26 там что то еще стоит дополнительный а да здесь гамбург стоит там у меня гамбург стоял я точку ставлю всегда перед гамбургом чтобы посмотреть сколько до него ехать а я уже забыла 115 час 28 ребят сейчас 28 значит запас полчаса это нормально все должно быть чики-пуки так что едем диспетчер сказал что там за меня кулаки держат чтобы я успел это очень приятно потому что вызвать подмогу с базы некого вызывать много лет домой люди едут ну если очень в смысле чтобы в Любик приехал зацепил прицеп я-то фиксно мог бы и в Любике постоять ночь Витя кстати будет в Любике там стоять потому что у него по времени не хватило не хватило в Любике я люблю в Любике и потом от него 9 километров вот ну 10 ой главное чтобы не было пробки и и здесь не в порту 7 часов вечера паром в 10 уходит тетелайн уходит тетелайн я не знаю не думаю что мой прицеп сегодня там уйдет а нет это не тетелайн оске это уходит на на налепую в 10 тетелайн оске я не знаю по-моему в час ночи уходит значит там очереди не будет ну вот на Лепойске будет толпотворение куда меня пошлет ставить по прицепу бумагу то я уже заполнил заранее да очень много времени занимает именно подготовка к расцепке и сцепке к сожалению хочешь давай залезай сюда но я тебе не дам у меня тормозить мне надо блин 85 держать даже пусть будет 88 надо наращивать время да если полчаса будет будет блин здорово все в порядке кстати по моему новый видос не слышал надо поделиться а 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 какой-то подписчик появился один куда странно он по несколько раз в день на сегодня он по новой подписывается я так понимаю я знаю зачем это делается это делается тем чтобы человек заходил на его канал либо подписывался на него типа взаимным так ты напиши зачем это делать заходить уходить заходить уходить подписываться подписаться подписаться я не могу понять чем прикол этого всего какая пробка на встрече у меня были слава богу он говорит что не было пробок ё-моё если 5 сюда попал все она это реально хана было я даже не знаю можно показать вам это вот состоит все и все стоит я про даже не полночу там не было никакой аварии кто знает я вот видите у меня рука устала держать камеру она все стоит стоит они вот нету конца который ну подъезжают машину в пробку да в такой попасть и жесть ну вот наверное здесь они въезжают проб вон аварийки загорается когда машина въезжает пробку она загорает зажигает аварийки как бы передает эстапенту следующему ну вот здесь будем надеяться что у меня это чаша сия чаша меня минует когда мы успеем но геральт геральда подписчику не знаю хочет впринял то Shire то есть это Продолжение следует... 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 не уезжает а до 4 до четверга планирует работать на по экспрессе еще так что мы с ним вместе поработаем интересно кто из нас швецию сейчас пойдет он или я я думаю что наверно быстрее я пойду в швецию а он пойдет обратно туда куда-нибудь на генд вот так что работа продолжается интерес есть все отлично ребята надеюсь у вас все будет отлично так что берегите себя и своих родных и близких и все будет чики-пуки пока и всем привет из джома не из германии